У вас у каждого бывают моменты, когда появился на работе вампир или где-то, и вас раз, и так, сдули. И ему нету жизненной силы, и кажется, вот все, почва ушла из-под ног, и совсем плохо. Ну, есть два на самом деле приема. Один прием перед тем, как вас сдули, для того, чтобы вас не сдули, называется, предзащита. Он не входит в метод Бронникова. Это просто психология. Если вас шеф вызывает на ковер и начинает взбучку, например. Понимаете, для того, чтобы сделать человеку взбучку, надо на что-то опереться. Там устроена психика шефа и абсолютно любого человека, что для того, чтобы кого-то прессовать, надо на него опереться. Ничего, кроме физики, я сейчас рассказываю просто физику. Когда нет точки опоры, человек прессовать не может. Что вы можете сделать, чтобы вы не стали точкой опоры, если вас собираются прессовать? Оказывается, все так банально и просто. Смотрите, есть такая поза. Стоять ножки вот так, да? И вот параллельно ножки. Топчик чуть-чуть вперед. И дальше вот так вот. Вот попробуйте с шефом поговорить. Ведь оно же не видно, как вы ногами трогаете. Особенно, когда женщина в юбке. Реально, сейчас у вас центр масс, он двигается. У вас точка опоры двигается. Попробуйте вас сейчас прессонуть. Кроме того, вы же сейчас сконцентрированы на своих ногах. Вам вообще пофиг, что шеф говорит. Понимаете? Все. Но он-то это чувствует. Он-то понимает, что он нащупать не может. Вы ускользаете, да? Более того, он чувствует, он же тоже человек. У него тоже психика. И тоже вот он находится в определенных режимах. Она тоже в точке отборки ездит и ищет вот сюда, сюда. А не клина. А здесь ездит, да? И в какой-то момент у него начинает наступать раздражение. Это раздражение поднимается, поднимается. Но он понимает, что если он сейчас на вас выплеснит это раздражение, то это будет без причины. И он понимает, что в данный момент это будет совсем некрасиво, некорректно, ничего. Если рядом стоит тот, у которого нормальная точка опоры, тот получает двойную тузу. Но вы при этом уже соскочили. Вы лишь ножки. На самом деле, это не я придумала. Это тоже наша спецслужба. А если шеф вот видит эту шучу глаз и приглашает присесть в таком случае? Что он как-то не может сосредоточить. Можно и гордиться. Это тоже верно, да. Вопрос в том, что наш центр масс на самом деле, основная наша часть, это наша копа. Она нам очень важна. С точки зрения боевых искусств, это вообще очень такая уникальная часть, которую можно пользоваться для того, чтобы смещать, уходить и так далее. Я говорю, я когда Пашка начала приглашать эти семинары организовать, я узнала столько для себя новых открытий по нашему телу. Реально, это очень хорошее боевое искусство. И они дают очень расширяемое восприятие и знание тела. Так вот, вот эта вот мелочь. Мы же когда-то Белоусов показали. Я говорю, ну что, на работе прессуют? Да никаких вопросов. Реально, я сколько использовала потом, после этого в жизни. И самое главное, что ты-то стоишь, и тебе прикольно еще. Мало того, что ты пропускаешь все вот это мимо себя, оно тебя не цепляет. Ну никак, у тебя еще внутри состояние растет, да, тебе ржачно. Ты потом вышел, ты наприкалывался, вышел, и потом смотришь на шефа, как он реагирует на это, да. А если еще научить тех, кто с тобой находится рядом, то можно стебаться всем коллективом. Ну, понимаете, это тоже из той серии, когда наемные работники, они ведь с шефом тоже как. Там это вещи достаточно более глубинные, сложные. Человек приходит на нами. Почему? Он же приходит исполнять чужую мечту. Он же не свою мечту исполняет, да. Но свою жизненную силу отдает на исполнение чужой мечты. Вместо того, что мы все пришли со своим предназначением, мы все пришли чему-то научиться и выполнить свое предназначение. А тут мы просто там за определенную сумму денег и за определенные программные слабости в нашем, потому что мы их не отрабатываем, мы их продаем другому человеку. И это контракты. Вот эти контракты, они тоже тут стег-стегом, но есть моменты, которые надо учитывать, чтобы не прилетело обратно. Можно потерять работу, а внутри у человека есть слабость, что я не могу сам. Понимаете? А уже подорвано, что ты такой неуживчивый, и тебя там никак не заставить работать. Поэтому всегда смотрите. Я за то, чтобы люди реализовывали свои мечты, вообще чтобы они мечтали, много мечтали, потому что, как правило, самая большая проблема не в том, чтобы реализовать, а чтобы вообще начать мечтать. И каждый раз, когда человек принимает какое-то решение, он всегда смотрит две стороны. Две. Если он чувствует, что ему сейчас рано терять шефа и работу, значит, он выбирает корректные методы поведения. Если он чувствует, что все, он дошел до того, что он готов отправиться в свой собственный путь, и это не имеет значения, то можно перевести общение. Понимаете, общение все равно через смех и через радость, оно не приводит к конфликту. То есть оно приводит к тому, что люди расстаются в позитиве. Я за то, чтобы вот эти вот позитивные решения были в жизни человека. Ну, это как вариант тоже соскочить из прессинга, из давления. Опять-таки из депрессивных состояний. Весна, сейчас идут звонки у людей с очень тяжелыми депрессивными состояниями. Каждый день получают телефонные звонки, где людям просто реально нужно...